давненько мы с вами не виделись всем здравствуйте всех приветствую кто смотрит этот эфир в записи а также кто сейчас ко мне присоединится онлайн и так сегодня мы выполняем вновь моделирование экстрим длина но не прям совсем экстрим а все-таки чуть-чуть носибельная и не успела домоделировать себе два ноготочка прошу не обращать внимание и один оставила специально для прямого эфирчика и так что же мы сегодня делаем этот дизайн я назвала хрустальные туфельки что это такое когда-то в том году не помню когда именно я опубликовал опубликовала мастер-класс с салоном миндалем с дизайном хрустальные туфельки это прозрачный френч чуть-чуть с блестками нежнейший вариант дизайна очень красивый этот мастер-класс собрал просто сотни тысяч просмотров комментарии и так далее конечно этот дизайн я повторяла неоднократно каждый раз его усовершенствовала и сегодня у нас хрустальные туфельки будут с мрамором и золотом внутри вот такая форма у меня необычная я очень люблю и раньше всегда носила решила возобновить ну что я уже выполнила подложку простым гелем вот он мой любимчик я вам его показываю моя любимочка и сейчас мы будем с вами выполнять арт ложа часть это полигель я в на палитрике в полигель намешала блесток красивейшных это будет первая часть во второй части у нас будут лежать ракушки поталь и мрамор и все это под прозрачным гелем то есть две части это обязательно ну что начинаем набираем капельку полигеля многовато я набрала ставим на со натурального ногтя и уже смоделированного свободного края далее мне потребуется кисть для полигеля у него такая вот малышка 21 445 не забываем ее смачивать в жидкости для так 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 6 секунду тут кое-что я посмотрю в жидкости либо для снятия дисперсионного слоя либо в жидкости для полигеля для акрил геля неважно называйте как хотите смачиваем кисть далее промакиваем о сухую салфеточку и начинаем раскладывать нашу капельку что мне нужно ну в первую очередь подсобрать эту капельку в единую горошинку далее кистью начинаю отжимать материал вниз посмотрите отжимаю материал вниз и тем самым сглаживая границу полигеля к натуральному ногтю как только чувствуете что кисть прилипает обязательно смачиваете формирую усики 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 и подстягиваю материал вниз без давления формируем сразу же бортик для френча нашу улыбочку так сейчас я определюсь длиной я обычно смотрите что делаю ставлю на 1 на одном уровне кутикулу у среднего и у большого посмотрю докуда у меня на среднем пальчике же выложена и на большом пальчике мне должно быть чуть чуть подлиннее у меня все окей меня все устраивает продолжаю раскладывать полигель обратите внимание какая у меня высота у меня нет излишек материала только для минимального опила ставлю кисть на ребро и выглаживаю материал выглаживаю бортик для моего будущего френчика чем лучше я выглаживаю борт чем идеальный тем меньше мне придется пилить в дальнейшем а это очень важно это наше время я все таки являюсь скоростным мастером сейчас я никуда не тороплюсь это конечно можно выкладывать все в разы просто быстрее я никуда не тороплюсь плюс ко всему прошу вас делать мне скидку на то что все это делается под штатив а это как правило не очень удобно отправляю в лампу на полимеризацию мой первый этап арт ложа выполнен я его сделала откладываю свой намешанный полигель я люблю делать замес на самом деле они вот согласитесь я знаю эфир смотрят у меня и клиенты и мастера эксклюзив любят все но абсолютно кому он не понравится эксклюзивный макияж эксклюзивные шмотки эксклюзивный маникюр нравится всем абсолютно эксклюзивный аксессуар у нас аксессуар не забывайте об этом это предмет роскоши и предмет роскоши должен быть в единственном экземпляре вот поэтому очень люблю делать замесы из гелий полигелий но гель лаков был у меня однажды не очень удачный опыт гель лаки я все-таки не смешиваю а что касаемо гелевой жесткой системы да пожалуйста добавляйте поталь блестки ракушки все что угодно будет невероятно красиво ну что у меня заполимер завал самый первый этап талия мне потребуется поталь ох имела я однажды неосторожность чихнуть в баночку со своей поталью разлетелась невероятной скоростью у меня все далее мне потребуются ракушечки у меня вот такие вот переливашки нежно-нежно-розовые я мне вообще нужны ногти белые золотом но я решила что ну совсем без розового безо всякого розового я не могу уж меня простите поэтому чуть-чуть розовинки я решила добавить наламываем ракушки красивой далее берем вновь прозрачный гель и промазываем на вторую зону нашего ложа прям вот с мини-мини-мини объемчиком можно даже без объема но не втирающим слоем но достаточно тонким чтобы ракушечки у нас все-таки закрепились далее я использую синтетическую кисть немножечко смачиваю ее в геля и начинаю переносить сюда ракушки расположение ракушек у меня должно быть такое чтобы они по периметру не торчали из-под геля то есть раскладываем прям вот точечно аккуратненько не торопитесь с этим иначе все что у нас будет излил нет все это спилим нам она надо нам она не надо здесь же не отправляя на полимеризацию беру вот кусочек висит беру поталь и вот прям частично ее наносим на пробелы между ракушечками вот немножечко добавляем все вот теперь я сейчас отправляю на полимеризацию отправляем далее далее мне нужно создать мрамор поталь далеко не убираем она нам пригодится ракушечки далее все тот же так все тот же прозрачный гель далее мне нужен высоко пигментирует black and white of planet nails белый гель-лак высоко пигментированный вот видно он даже чуть-чуть за голубинкой то есть он холодный белый то что мне нужно чтобы смотрелось у меня все дорого богато и красиво далее набираю капельку опять же мини-мини объемчиком сейчас большой объем мне тут не нужен я пока не выравниваю свое ложе а только добавляю декор и в мини-мини объемчики я сейчас и буду создавать тот самый мрамор нужно сделать на этом этапе это перекрыть уголочки чтобы они не торчали далее тонкую кисть смачиваем гель-лаки высоко пигментированным и рисуем рисуем разводики делаем это так чтобы но не полностью у нас все перекрывалась отправляем в лампу на полимеризацию так отправили полимеризация 60 секунд ее не прерываем потому что а это высоко пигментированный материал он должен за полимеризоваться он должен жестко встать в прозрачном геле то есть это двойная сложность для материала о высоко пигментированный материал почему нельзя взять ну не знаю обычную гель-красочку такое знаете полу белую или гель-лак достаточно жидковатый потому что должен все-таки немножечко в этой текстуре в красивые он красивый тут стоит чтобы он сильно не растет только чуть-чуть для прям мини-мини эффекта будет эта краска прям такая плотная знаете или гель-лак абсолютно неважно единственный критерий высокий пигмент все 60 секунд у меня прошло далее мне нужно все это выровнять создать архитектуру бортик высота у меня уже есть мне нужно вот здесь немножечко достроить айпекс моего будущего ноготочка прозрачным гелем все это выравниваем промазываем сначала мокрый пол а потом одной капелькой все это да выравниваем дорогие друзья кто здесь сейчас в эфире напишите мне пожалуйста дайте обратную связь как меня видно и слышно все ли хорошо гель водить на кончик ложа не имеет смысл потому что мы эту высоту все равно будем еще чуть-чуть подпи пиливать только доровнять смотрите пространство достаточно большое если вы за раз все это выровнять не можете без проблем делайте это в два этапа первый этап у меня уже заполимеризовался сейчас вот чуть-чуть добавлю вторым этапом и все и мое ложе готово да все 60 секунд и приступаем к опилу да к опилу потому что нам нужно немножечко опилить наше арт ложа нам нужно вывести создать красивый борт который в дальнейшем мы будем прокрашивать материалами тот самый френч красивую улыбку красивые усики и уже займемся с вами выкладкой а непосредственно самого френча выбираем эти материальчики в сторонку так еще 10 секунд и чек так достаю свой ноготочек моем остаточки диспрессионного слоя сложа сняли далее на пальчик наматываем с бортика тоже снимаем потому что мы его будем сейчас пили и смоделировать свободный край тоже протираем для снятия диспетсионного слоя но очень аккуратно очень тонкий можно далее я работаю пилочкой 100 на 180 жесткой стороной сейчас будем опиливать секундочку я чуть-чуть подвинусь в опиле ложе нужно сначала прямую площадочку вот в этой части прямую площадку далее немножечко влево по улыбочке прямыми движениями не скругляющими прямыми и в другую сторону подпилили нашу площадку кисть под углом 45 градусов и опиливаю нашу ложе создавая тем самым идеальную улыбку у нашего френча мне нужно создать бортик мой бортик проходит он должен быть острый четкий он проходит вот по этой части видите усик выпиливаем тоненький глубоко и другой стороны не очень удобно мне кажется рукой спаси вам нужно если я сейчас не выпили усики то финальном или моего ноготочка у меня этих усов вам в моем френче их просто не будет ну то есть такой знаете не до френч будет у меня а нам все-таки надо чтобы было все идеально да мне все нравится оставляем смахиваем пыль смахиваем пыль и теперь нам нужно вымыть пыль из моего бортика который мы опиливали опять же наматываем на и вымываем пыль из всех усиков вдоль всего бортика потому что я сейчас буду туда закладывать материал если будет пыль она мне просто будет мешать в работе вновь высоко белый белый гель лак и начинаю прокрашивать свой борт тоненькие усики и бортик и с другой стороны если вдруг рука дрогнула и вы заехали на ложе сверху это ничего страшного ведь сверху у нас будет все равно опил и все излишнее у нас уйдет чуть-чуть заехала на смоделированный свободный краешек для того чтобы с другой стороны у меня тоже был красивый френчик отправляем в лампу на полимеризацию и далее далее мне вновь потребуется прозрачный гель прозрачный гель потали белый гель лак и все у нас будут наикрасивейшие мраморные ногти пока я тут правой рукой своей жестикулирую без двух ногтей конечно это смотрится неполноценно вообще это очень красиво очень очень посмотрите золото с белым мрамором с красивым полигелем с красивым моим замесом это смотрится невероятно и так набираем прозрачный гель лак промазываем весь свободный краешек а также белый бортик для чего мне это нужно не очень толсто достаточно тоненько но опять же хочу сказать не втирающим слоем прям вот с мини-мини объемчиком ноготочек и буду сюда сажать поталь моё золото вот она прям из баночки торчит прям так его возьму кусочки поталь распределяю чуть-чуть у меня будет местами поталь местами прозрачный ноготочек местами мрамор все это мне даст очень красивую натуральную текстуру на кончик много потали не наносим я хочу все таки чтобы меня был прозрачный эффект его и буду сохранять поталь нанесли она в жидком а не заполимеризованном гелем поэтому отправляем на полимеризацию и кисть не убираем мы и дорабатывать дизайн вновь беру прозрачный гель смотрите я работаю двумя частями с двумя частями ногтя то есть я делю на две частички работаю сначала с левой или правой удали с противоположной промазала все прозрачным гелем далее смачиваю кисть в белом гель лаки высоко пигментированным и все по той же схеме как мы делали это и у кутику рисую какой-нибудь красивый красивый мрамор эту половинку отправляю на полимеризацию сейчас нами заполимеризуется я продолжу со второй теперь вторая половинка точно так же завожу гель и в усик тоненький теперь с этой стороны мне нужно сделать мрамор можно местами побольше можно местами поменьше здесь уже вот как вы хотите как вы видите этот ноготочек этот дизайн вот так и делайте так мрамор сделали нам осталось ноготочек залить до вырвания при помощи прозрачного геля и приступить к пилу но самое интересное это конечно же покрытие топом обратите внимание что этот дизайн делается очень быстро очень мы с вами сидим в эфире уже 20 минут это учитывая то что мы каждый раз ждем время полимеризации то есть у нас ну грубо говоря 50 на 50 на полимеризацию ходит ноготочек заполимеризовался также работаю двумя частями то есть я называю сначала одну сторону гелем прозрачным чтобы у меня гель в лампе в бока не растекался одна сторона готова отправляю в лампу на полимеризацию ждем да дорогие друзья мы опять ждем пока у нас заполимеризуется ждем 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 здравствуйте здравствуйте девочки всем кто присоединяется рада вас очень видеть ну и конечно выходные нужно проводить с пользой лучше посмотреть мастер-классы черпануть какой-то новой информации для себя внедрить ее в свою работу усовершенствовать свои навыки даже можно нежели просто прозябать свои выходные без пользы правильно правильно кто со мной согласен напишите мне в коментах плюсики плюсики теперь вторую сторону дорабатываю посмотрите в этом финальном этапе выравнивание прозрачным гелем я бы даже сказал что я ноготочек делю на три части левая сторона правая страна потом выравниваем серединку сейчас мы с вами обе стороны выровняли и приступим к серединке сейчас дождемся полимеризации я пока набираю набрала смотрите снимаю от центр подвожу чуть-чуть в одну сторону чуть-чуть в другую сторону и просто все это вытягиваю все мой ноготочек практически осталось под убираем кисти убираем поле палитры нам это все уже не пригодится оставляем кисточку пилочку сейчас снимаем остатки диспрессиона сначала нам нужно полимеризацию у нас еще 30 40 секунд будем доделывать ногти а потом я после эфира буду доделывать вот эти два ноготочка так 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 как у вас настроение дорогие пишите комментарии как вам мастер-класс длинными ногтями что больше больше нравится длинные ногти или короткие какие вы предпочитаете вместе длинные и короткие вот смотрите длинных два коротких какие вам нравятся больше пришла честно напишет что конечно длинные да дорогая так мой ноготочек дополимеризовался снимаем остатки диспрессионного слоя так и приступаем к опилу мне конечно очень интересно как это сейчас будет выглядеть под штативом у меня но тем не менее давайте попробуем сначала мы сравниваем наше ложе и френч мне нужно создать прямую площадку от апекса до кончика свободного края и так пилим 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 далее ухожу в один бок также сравниваю ложи с френчем то же самое ведь меня получилось две грани 1 1 грани раз мне теперь их нужно сгладить и выровнять проходимся по граням прокручиваем ноготочек усики подпиливаем с другой стороны смахиваем пыль смотрим где что нам нужно доработать поскольку у меня необычная форма это готический миндаль он у нас все таки идет на заужение мне нужно попилить вот эту часть еще немножечко то есть убрать толщину со стенок приступаем у нас с вами необычный френч на необычной форме прям красота чуть-чуть мягкой стороной пилочки доработаю зону у кутикулы проходимся в зоне подковы она у нас называется потому что на форме подковки и по апексу видите какой усик тоненький длинненький красота пилочкой для не довела никакого уса у меня бы не было чуть-чуть вижу на полы прозрачного геля где его вторым слоем докладывала жмусь под штативом друзья как могу вот прям вам честно говорю это не из самых удобных вещей так что так что было за мои старания прям вот за мои старания действительно очень стараюсь чтобы вам все было видно чтобы мы были с вами в кадре чтоб я не уходила с экрана пишите комментарии задавайте вопросы давайте поболтаем очень рада буду вам ответить поднимаем пара панельки наш скос не видно мне с другой стороны под штативом как бы мне это сделать так жду вопросики жду вопросики вопросики наши хрустальные туфельки почти готовы прям вот чуть-чуть я называю этот этап до облизывать наши новоточки мелкие недочечки дорабатываем параллельку еще нужно приподнять он у меня провисает с одной стороны и с другой стороны также подровнять еще раз неудобно мне как мне подлезть под камеру даже не знаю я немножечко потом доработаю именно сам кончик свободного края то есть мне нужно доработать сам скос сам скос чтобы он был тоненький идеальный красивый и мои ноготочки шли на заужение я надеюсь вы поняли о чем я говорю то есть после того как мы подровняли боковые параллельки вот мы их подровняли еще даже провисает чуть-чуть я бы еще подпилила после того как подровняли боковые параллельки мы делаем сход у нас 40 градусов и более не менее менее 45 градусов я вижу что у меня скачет интернет то что сеть нестабильно надеюсь что вы меня услышали что в эфире все эти мои фразочки записались ну что нам остается перекрытие топом но для начала шлифовка шлифовка шлифовщик шлифуем ноготочек и давайте мы с вами сейчас оденем макро лизу я хочу показать как под макро это красиво сейчас я вымою пыль все усики у меня на месте 1 2 и видите да вымываем пыль из-под ноготочка в том числе не забываем про нее буквально одну секундочку я достану макро лизу так 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 чтобы прям вот все 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 у нас было по красоте секундочку одеваю вроде приводила так свет мы с вами настроим отлично вы посмотрите какой красавец там мрамор сейчас буквально секундочку какой красавец там мрамор видно его да растекашка плюс золото посмотрите какой какая ровная линия улыбочки это она зависит от того насколько гладко четко выгладили идеально ровно выгладили сначала материал кистью то есть полигель а потом мы проходили по ней пилочкой вот как до облизывать арт ложа вот эту улыбочку этот этап применим когда мы выпиливали так беру топ дорогие друзья у меня толп без липкого слоя и сейчас хочу сейчас мы с кисточки все капнет сейчас хочу вот таким вот образом подвести все и твой подвести все это под камеру и показать насколько это красиво там у нас ракушечки далее далее френчик блестки которые у меня были замешаны в поле геля так и далее пошел наш френч вы посмотрите какая у него глубина и красота круто это хрустальные туфельки я еще раз хочу сказать о том что это тот самый дизайн который взорвал все наши соцсети посмотрите ноготочек разораченный я очень стараюсь не трясти руки показать вам это хрустальные туфельки дизайн которые мы каждый раз усовершенствуем наш уголочек красивый ну что снимаю макролинзу вот такой красавчик у нас получился сейчас сохраню эфир обязательно до покрою его топом обязательно сфотографирую и опубликую дорогие друзья дизайн хрустальные туфельки еще усовершенствовали эфир обязательно сохраню пересматривайте выполняете на клиентах отправляйте это своим мастерам в общем желаю вам красивых крутых ногтей смоделированных и еще хочу сказать о том что этот дизайн был применим изначально на салонной длине просто я его сейчас немножечко переделала вот на такую вот красивую длину но наносибельная скажу вам так еще раз хочу сказать о том что полигелем выполняли арт ложа далее ракушки поталь и мрамор я уберу кисточку от топа ракушка мрамор и поталь все это закрывали прозрачным гелем опиливали линию улыбочки далее прорисовывали белым гель-лаком наш бортик далее сажали поталь на прозрачный гель-лак и на прозрачный ой на прозрачный гель изменяюсь и также на прозрачный гель мы рисовали мрамор все тем же белым гель-лаком высоко пигментированным это у нас коллекция black and white от planet nest ну что дорогие друзья вот такие красавчики ждите фото видео макро в ленте эфир сохраняю всем пока пока пока